Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Шершеля ФАМ. Кто виноват в массовом ДТП на Волжском шоссе? Нарушили клятву Гиппократа или стали жертвой клеветы. В чем суть больничного скандала с участием инвалида, выясняет прокуратура. В самарских школах идет прием в первые классы. В этом году ожидаются более 13 тысяч первоклассников. Дошкалята рулят. В Самаре прошел городской чемпионат по робототехнике. Поход для настоящих мужчин. 180 километров от Борского до Самары казаки преодолеют на лошадях. Сразу несколько серьезных ДТП произошло в Самаре за минувшие сутки. На улице Белорусска, в Куйбышевском районе, ВАЗ повис на мосту через реку Татьянка. Происшествие попало в кадр видеорегистратора, проезжавшего мимо очевидца. Рядом с машиной находилась компания молодых людей, которые пытались втащить ее обратно на проезжую часть. Еще одно ДТП, на этот раз массовое, произошло утром на Волжском шоссе. Там столкнулись сразу четыре автомобиля. Машина разбросала по всей проезжей части. По словам свидетеля инцидента, женщина за рулем красного Хиндай двигалась со стороны поселка Управленческий в город. Автоледи не справилась с управлением, машину вынесла на полосу встречного движения, где она собрала несколько машин. Пострадали водитель и ребенок-пассажир. В результате ДТП телесные повреждения получили. Водитель автомобиля Хиндай Гет с бригадой скорой медицинской помощи доставлены в больницу с диагнозом. Черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Несовершеннолетний пассажир автомобиля Хиндай Гет, девочка 2008 года рождения, которая находилась на заднем пассажирском сидении справа, пристегнутой ремнем безопасности без детко-удерующего устройства. Бригадой скорой медицинской помощи доставлены в больницу с диагнозом. Черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом лодыжки, госпитализировано. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Прокуратура Самарского района начала проверку по факту неоказания медицинской помощи инвалиду. Самарское интернет-пространство всколыхнули фото, на которых мужчина лежит возле входа в клиническую гериатрическую больницу. По словам очевидцев, инвалид якобы пролежал на морозе более 40 минут, а помощь ему так и не оказали. Все ли так, однозначно разобраться в ситуации отправился Андрей Горгуленко. Этот погром в клинической гериатрической больнице устроила компания пьяных людей, которых привезли сюда 12 февраля. Трое мужчин, один из которых инвалид, отказавшийся от медицинской помощи. С ним был огромного роста еще дебошир, бывший боксер, который угрожал, толкал, матерился, унижал наших санитарок, медицинских сестер. В связи с чем была вызвана группа быстрого реагирования, пожалуйста, это можно проверить, везде есть записи, которые их и вывели за пределы нашей больницы, за пределы приемного отделения. Сотрудники больницы рассказывают, что оказавшись на улице, компания решила устроить перекур прямо у входа. Двое уселись на лестнице под крыльцом, а вот инвалид решил полежать, что очевидцы сфотографировали. Через пять минут мнимые больные требовали медсестер вызвать им такси и уехали. А вот фото стали причиной прокурорской проверки. Устанавливаем, каким образом гражданин оказался в лечебном учреждении, какая помощь ему оказана, какие меры были приняты персоналом, какие соответственные действия последовали в дальнейшем по его, так скажем, определению либо в лечебное учреждение, либо определению в иное учреждение, куда ему необходимо было обратиться. Точку в этом деле ставить пока рано. Сейчас прокуратура ищет свидетелей и выясняет все обстоятельства. Андрей Горгуленко, Константин Главин, События. С 1 марта в регионе пособие по бедности вырастет в три раза. Рассчитывать на него могут семьи, в которых на одного человека в месяц приходится сумма ниже прожиточного минимума. С этого года меры социальной поддержки в области станут адресными и в первую очередь будут направлены на тех, кто живет на грани бедности или за ее чертой. Изменения коснутся также компенсации за коммунальные услуги, поддержки многодетных семей, выплат детям-сиротам. Репортаж Алины Чемерес. Гавот и Аганна Себастьяна Баха – одна из любимых мелодий Юли. Через два месяца девушка заканчивает музыкальную школу. Спортсменка и просто красавица. Юля Фомочкина занимается дзюдо, профессионально делает маникюр, отлично рисует и уже задумывается о будущем. Физика нравится, математика, способности. Рисую, поэтому, наверное, иду на строительство. Если получится, если поступлю, то в Питер. Если не получится, то в Самаре останусь. С четырех лет Юля живет с бабушкой, которая оформила на дне опекунства. В этом году дети-сироты, заканчивающие школу, получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. В период, когда немало средств требуется на подготовку к экзаменам, эти деньги семье Фомочкиных очень кстати. Сумма, которая выдается, очень нужна на сегодняшний период, так как девочки заканчивают 11 классов. И есть необходимость их израсходовать на дополнительное обучение, то есть репетиторы, и на обучение дополнительное, как музыкальная школа. Сегодня в регионе социальные выплаты получают более полутора миллионов человек. Это почти половина населения области. С этого года меры соцподдержки в регионе станут адресными. Выплаты в первую очередь будут получать те, кто в них действительно нуждается. По статистике, на грани бедности и за ее чертой в губернии живет почти пятая часть населения. Пособие для них увеличат за счет сокращения расходов на госслужащих. Особое внимание уделят многодетным семьям. Теперь им будут компенсировать половину коммунальных расходов, а не треть, как раньше. Выплаты малоимущим повысят со 150 до 500 рублей в месяц на человека. Один ребенок еще на среднем уровне по доходам семья держится, но как только появляется второе, а тем более третье и последующее, семья сразу становится в большинстве случаев малообеспеченной. Я могу сказать, что из 47 тысяч граждан, которые получают пособие по бедности, а до сегодняшнего дня размер этого пособия составлял 150 рублей на одного человека ежемесячно, больше половины этих граждан это многодетные семьи. В регионе уже готовят дополнительные меры соцподдержки. Планируется увеличить субсидии многодетным семьям и выплачивать пособия матерям, родившим первого ребенка до 25 лет. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Знаковые достопримечательности Самары приобретут совершенно новый вид. Ремонт и строительство новых объектов к Чемпионату мира по футболу обсудили на совещании, которое провел губернатор Николай Меркушкин. Набережная, площадь Куйбышева и Струковский сад должны стать яркими точками гостевых маршрутов. По проекту четвертая очередь набережной будет состоять из трех каскадов с фонтанами, велодорожками, детскими площадками и санитарными зонами. Главным станет фонтан площадью почти в четыре сотни квадратных метров. Капитальный ремонт ждет и главную площадь города. Планируется, что покрытие площади Куйбышева будет состоять из трех слоев с применением полимеров, что даст возможность военной технике во время парадов проходить без вреда для покрытия. Также оно будет удобным для занятий спортом. Во время Мундиаля площадь станет основной фан-зоной. Преображение ждет и Струковский сад. Дорожки там выложат плиткой, облагородят фонтан у входа, заменят ступени на спусках. Рассматривается также возможность строительства или реконструкции уже существующего театра. У главного режиссера театра нашего, у Голоскова, тоже было предложение сделать театр летний. Не просто для эстрадных каких-то вещей, а для постановок. Он рассказывал, то ли в Испании, то ли в Италии есть такое. В общем, у нас в Струковском саду есть все условия, возможности по рельефу, по сделать точно такое, что эта вещь будет там, чуть ли в стране единственного. Все. Год строительного бума в 2017-м в регионе необходимо завершить небывалое количество новостроек. И начать еще. На финишную прямую выходит подготовка объектов к чемпионату мира по футболу. Кроме того, стартует целый ряд амбициозных проектов в строительном комплексе. На совещании с застройщиками губернатор Николай Меркушкин обозначил главные требования. Все работы должны отвечать самым строгим стандартам качества. Олег Зверев подробнее. Минимум четыре новых ледовых дворца будут построены в Самарской области в ближайшее время. Чтобы успеть сделать все, что намечено на 2017 год, нужны стахановские темпы. Об этом шла речь на совещании с застройщиками, которые провел губернатор Николай Меркушкин. Сегодня Самарская область на втором месте по масштабам развития отрасли в ПФО. А на строительство дорог, жилья и общеобразовательных школ губерния получила самую большую федеральную поддержку в стране. Но главная тема совещания – качество новостроек. Господряды получат только те застройщики, которые отвечают самым строгим стандартам. Мы объемы текущего года, что касается бюджетного финансирования, заказов бюджетных, он будет не ниже прошлого года. Будет даже выше. Сейчас то, что мы приняли изменения в бюджет недавно, сессия стоялась, будет февральская сессия. Там тоже будут изменения в бюджет, где появятся дополнительно конкретные объекты. Самарским строителям необходимо подтянуть показатели качества работы. Иначе совсем не факт, что крупные подряды получат именно местные компании. Ведь были случаи, особенно на спортивных объектах, когда строителей приходилось заставлять устранять дефекты. А новостроек будет много. Масштабные проекты запланированы к 50-летию первого автомобиля ВАЗ. Эту программу поддержал президент страны Владимир Путин. Большие объемы предусмотрены программой капитального ремонта. Инвестировать в возведение дворцов спорта готовы нефтяники и газовики. На финишную прямую выходят новостройки к чемпионату мира по футболу. 17-й год обещает быть непростым. Это завершающий год перед проведением чемпионата мира. И мы должны закончить строительство всех необходимых объектов. Прежде всего, самого стадиона. Обустроить гостевые маршруты. Привести город в порядок. Контроль и учет. Прежде всего, когда дело касается столь значимых объектов, необходимо использовать все ресурсы. В частности, было предложено больше привлекать общественность к оценке новостроек. В том числе, это касается доступной среды для инвалидов. Профессиональное сообщество тоже не должно оставаться в стороне. Для этого в регионе предложено создать градостроительный совет. Олег Зверев, Константин Головин. События. Более 2 миллиардов рублей получит Самара на благоустройство из федерального и областного бюджетов. Об этом шла речь на форуме по благоустройству, который прошел во Дворце культуры имени Литвинова. Слово Олегу Звереву. «Чисто во дворе, порядок в стране». Под таким слоганом сегодня проходит масштабный форум общественности по вопросам благоустройства. Здесь, в Доме культуры имени Литвинова, собрались сотни жителей Кировского промышленного и Октябрьского районов на встречу с руководством области и города. Это наиболее активные жители, лидеры общественного мнения. В 2017 году Самара выходит на финишную прямую в подготовке к чемпионату мира по футболу. И город должен не просто достойно провести чемпионат, но и получить в наследство чистые благоустроенные улицы, парки и скверы. Эффективное взаимодействие всех органов власти и институтов гражданского общества в сфере благоустройства – это важнейшие условия быстрой и качественной реализации задач, поставленных губернатором Самарской области. Уже летом 2018 года, уважаемые товарищи, нашему городу предстоит принимать гостей со всей планеты на чемпионат мира по футболу. Мы просто не имеем права ударить в грязь лицом перед всем миром, ведь по Самаре буду судить и обо всей России в целом. Сегодня в городе проводятся масштабные работы по благоустройству, создаются комфортные среда для жизни и проведения массовых мероприятий, в том числе и международного уровня. Но важно, чтобы каждый житель осознавал свою меру ответственности за состояние города. Тогда город действительно будет по-настоящему благоустроенным и комфортным. Подробный репортаж о форуме смотрите в наших следующих выпусках. Олег Зверев, Григорий Плешаков. События. Скоро в школу. Пока будущие первоклассники только предвкушают школьные годы чудесные. Родители уже включились в процесс. С декабря идет зачисление в гимназии и лицее. С конца января в школы по месту регистрации. В июле откроется прием на свободные места в школы не по прописке. Как идет запись, узнала Марина Матвейшина. Прием продолжается. В самарские школы уже записались почти 11 тысяч первоклассников. Ожидается, что 1 сентября за партой сядут 13,5 тысяч новоиспеченных учеников. Это на 600 человек больше, чем в прошлом году. В лицее и гимназии прием был открыт в декабре. В школу в конце января. Запись проходит только по электронным заявлениям. Родители могут подать его через интернет, не выходя из дома. У нас в этом году сбоев, жалоб на то, что при подаче заявления были допущены какие-то системные ошибки, практически не было. Жалобы, конечно, были о том, что детям не удалось попасть в желаемую школу, но это все-таки связано в основном с количеством заявлений и желающих. Самыми популярными оказались гимназии номер один, лицей авиационного профиля, технический лицей и лицей информационных технологий. 20 школ уже закрыли прием, свободных мест нет. В основном это учебные заведения в районах массовой новой застройки. Городские власти продумывают варианты строительства новых школ, чтобы решить проблему. Мы определили в этом году несколько площадок, да, и в Кировском районе, и в Октябрьском районе. У нас разные варианты могут быть, и вариант, так сказать, государственно-частного партнерства, точнее, муниципально-частного партнерства, и вариант с возможным претендованием на федеральные деньги. То есть любой из вариантов, он, так сказать, возможен. Сейчас директора школы ищут возможности организовать дополнительные места для первоклассников. В департаменте образования также предлагают родителям различные варианты, если не удалось записать ребенка туда, куда хотелось. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Машины, которые проложат дорогу к будущим открытиям в науке и технике, покажет только детский конструктор. В Самаре прошел чемпионат по робототехнике для дошкольных учреждений. Местом действия стал самый большой в Европе детский сад в микрорайоне «Крутые ключи». Соревновались более 20 команд, с участниками пообщался Олег Зверев. Они еще только собираются в первый класс, но уже создают свои чудеса техники. А сегодня уже защищают свои разработки, почти как диссертации. Это чемпионат города по робототехнике для воспитанников дошкольных учреждений. Иван и Ульяна из детского сада номер 374 представляют комплект машин для сельского хозяйства. В будущем каждый мечтает создать своего робота. Вот создать такую машину, в которой было бы место для робота, и робот во время поездки мог выпрыгнуть и поехать на задание, на какое-нибудь любое. Помогать людям. В таких вот ситуациях, если вот забыл телефон, а без телефона никак, то он съедет быстро за телефоном и все, и привезет. Вот откуда у него ключи от дома. Он же робот. Робототехника сегодня в тренде для любого возраста. Многие родители начинают учить своих детей с трехлетнего возраста. Это не просто увлечение. Сегодня конструктор Лего, а завтра профессиональный выбор будущего инженера. А значит, будут новые технические решения в создании автомобилей, ракет, самолетов и автоматических систем. Если мы смотрим на детей и даем задания, они творят за секунду такие модели, что нам, взрослым, вообще некоторым даже не дано по жизни сделать то, что делают дети. Очередная партия гений из нашего сада выйдет. В городском чемпионате приняли участие более 20 детских команд. И, как правило, те воспитанники, которые сейчас собирают роботов, идут в технические школы, чтобы продолжить занятия и увлечением, которое дальше может стать профессией. Олег Зверев, Константин Головин, События. Новость в преддверии Дня влюбленных. Россияне стали экономить и на чувствах. Насколько процентов реже вступали в брак в 2016-м, знает наш экономический обозреватель Лариса Шеллафаст. Здравствуйте. Нефть в начале недели дорожает и держится выше 56 долларов за баррель. Валюта обновила минимум впервые с 2015 года. Курс на 14 февраля. Доллар 58 рублей 6 копеек, евро 61 рубль 76 копеек. Золото стоит 2319 рублей, серебро 33 рубля 52 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 58 рублей 80 копеек, дороже всего продать за 58 рублей 11 копеек. Россияне начали экономить на свадьбах. Число зарегистрированных браков в стране сократилось на 15%. Это на 175 тысяч семей меньше, чем годом ранее. А в Самарской губернской думе тоже экономят. Сократили больше 100 сотрудников. Всего на управленческие расходы областные власти планируют потратить почти на 3 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году. А один из самарских банков подвергся хакерской атаке. Преступники хотели вывести из строя оперативную систему финансовой организации. В итоге персональные данные клиентов не пострадали. Сейчас специалисты восстанавливают систему. На этом все. Удачи в делах. Вот такая статуэтка приехала к нам из Москвы. Ее привезла редактор нашего телеканала Инесса Панченко. Она стала лауреатом одной из самых престижных премий в стране. Премии Союза журналистов России за профессиональное мастерство. Почетную награду в виде статуэтки быка Инессе вручили за программу «Право на маму» и «Своя дорога». Причем бык символизирует упорство журналистов в достижении цели. И пожелание от жюри премии, цитата, крепко стоять на ногах и бодаться, если того требует профессиональная необходимость. Эта победа, наверное, была самой неожиданной, потому что, во-первых, очень высокий уровень жюри оценивал Союз журналистов России, декан журналистики МГУ Вартанова. И это, конечно, профессионалы. Тайны бункера Сталина раскрыли самарским школьникам. Для них провели экскурсию по подземному комплексу. Этот год в МЧС объявлен годом гражданской обороны. Поэтому уроки по ОБЖ для детей проводят в бомбоубежище. По землю спустился и Сергей Ромашов. Вместо школьных стен – узкие коридоры подземного бомбоубежища. Вместо парт – классическая мебель советской эпохи. В таких интерьерах для школьников проводят урок по ОБЖ. Десятиклассница Анастасия Орлова уже бывала в бункере Сталина, но с удовольствием сюда возвращается. Мне очень нравилось, как рассказывать. Мне было очень интересно, потому что это, ну, когда там сказали, что это был неизвестный объект, что никто из людей не знал об этом. Очень нравилось, что вот такие люди, русский народ, построили такое вот сооружение. Бункер построили в 1942 году на глубине 32 метров. Он расположен под зданием Современной Академии культуры и искусства. Почти полвека никто не знал о существовании этого объекта, пока в 1990 году гриф секретности не сняли. Все тайны этого места знает экскурсовод Анатолий Сауянов. По одной из легенд, всех строителей казнили и похоронили за стенами бункера. Но Сауянов эти слухи опровергает. Слава Богу, что он во время войны не использовался по прямому предназначению. И даже и в настоящий раз он так же не использовался бы, а лишь бы такой, как памятник труду нашему народу использовался. Экскурсии и уроки по ОБЖ для школьников проводит МЧС. Так как бункер Сталина – это действующее бомбоубежище, то школьники могут не только послушать про основу безопасности, но и увидеть все своими глазами. Бункер Сталина, он в данный момент действующий, и в случае угрозы на Россию можно им воспользоваться. Во время экскурсии школьникам рассказывают, как использовать средства индивидуальной защиты, как уберечь себя от опасности. В год гражданской обороны бункер Сталина ожидает еще много гостей. Сергей Ромашов, Дмитрий Мешканцов, События. В поход для настоящих мужчин отправятся волжские казаки и участники военно-патриотического центра. Это первая зимняя экспедиция на лошадях в новой истории казачества. Она посвящена российской армии и ее подвигам. Маршрут исторический по местам казачьих поселений. 21 февраля команда из десяти всадников отправится из села Борское в Самару. По пути заедут в село Утевка. 180 километров по снежной целине казаки собираются преодолеть за два с небольшим дня. Участников будут сопровождать также снегоходы и внедорожники. К походу казаки готовились два месяца. В ходе казачьего конного перехода будет показана определенная и выучка, и владение выездкой, и определенные элементы выносливости, будут продемонстрированы слаженности. Ну и такой элемент чисто интересный, познавательный. Исходя из погодных условий, нами была отработана специальная форма одежды. Вы ее тоже увидите. Это специальные утепленные костюмы. Естественно, будет присутствовать казачья атрибутика. Это основное. Казачий поход на лошадях завершится 23 февраля. Участники прибудут в Самару на набережную Уладьи. Там пройдет праздничный концерт с выступлениями фольклорных коллективов. Этнографическая выставка «Казачий курень». Историческая реконструкция событий 1812 года и Великой Отечественной войны. От 16 и старше 250 самарцев сдавали нормы ГТО по направлениям плавания, отжимания, подтягивания и рывок гири. Фестиваль проходил уже во второй раз и снова собрал спортсменов-любителей, которые способны справиться с непростыми нормативами. Кто же готов к труду и обороне, расскажет в новостях спорта Андрей Горгуленко. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. В эфире Самарские новости спорта. 40 очков на стрельбе. Золотой значок. Барбара Киваева впервые взялась за электронное ружье и сразу попала в десятку. Хороший глазомер и воля к победе сделали свое дело. Хочу значок, прежде всего, наверное, получить, чтобы отличие какое-то было, что действительно я готова к труду и обороне. Пресс, отжимания, подтягивания, наклоны. Для каждого возраста есть свои показатели. Андрей Козлов 30 лет со спортом. Легко сделал 41 поднятие корпуса при норме в 35. Я поддерживаю это движение. Мне нравится, когда нация здоровая, сильно образованная, красивая. Поэтому здесь не столько золотой значок, сколько сама вот эта идея, движение. Но значок как показатель на груди того, к чему должны люди стремиться, на что должны обращать внимание. Что это не мнимые ценности, а действительно то, что выделяет из толпы людей и является каким-то ориентиром. От 16 и старше сдавать нормы ГТО могут все, кто чувствует, что справится с заданиями. Но, как показывает практика, на фестиваль приходят все-таки люди подготовленные. Для среднего уровня физической подготовки они сложноваты. То есть, прежде чем их сдавать, выполнять вернее, нужно потренироваться. То есть, я в прошлый фестиваль сам сдавал их. Но предварительно два месяца упорных тренировок. Поэтому, я думаю, что выполнил на золотой значок. В фестивале «Готов к труду и обороне» приняли участие 250 человек. Те, кто сдал на золотые значки, получат их. Но не скоро. Эти знаки номерные и делаются специально под каждого спортсмена. Ждать придется от трех месяцев до полугода. Это все новости спорта к этому часу. Больших побед вам! Удачи! Наш выпуск завершен. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова